Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас будет тонировка волос, уход за ногами. Будем тестировать носочки с рандевого. В общем, все, как я вам обещала. Поехали! Я еще не придумала, девчонки, чем буду тонироваться, что мешать, потому что у меня обилие красок в запасе тьма, но однозначно это будет что-то красивое. Тонироваться будем на трешке, на вот такой оллин. Полторашка у меня закончилась, надо заказать будет. Трехпроцентный окислитель Aline Professional, вот такой. Ничего страшного, что он не такой марки, как краска. Сколько раз так делала, все нормально. Маркетинговый ход. Краска, естественно, у нас будет с вами Stel Princess. У меня здесь еще в остаточках какие-то оттенки на оставались. У меня тут еще Aline, Faberlic. У них я пока не трогаю, мне пока не надо. Это все слабовато. Так, на остатках у меня что здесь? Aline Princess 818. Эстель 818. На остатках это русый пепельно-жемчужный. Это красивый цвет. Сейчас, может быть, его добавим. Почему миксуют цвета? Сейчас объясню. Потому что, допустим, пепельные оттенки, особенно у Stel Princess, да вообще, в принципе, у любой краски, вот чисто пепельные. У меня здесь есть такой один, сейчас скажу его номер. 818, вот чистый, это светло-русый пепельный. Они дают зелень на волосах. Она есть все равно, в любом случае, если вы еще совсем блондинка, не как я, да, как бы, то она по-любому будет. Это во-первых. Во-вторых, а если брать чисто фиолетовый, вот 866 интенсивно фиолетовый, вот 861 это миксовый, уже миксовый, русо-фиолетовый, пепельный. И 816 тоже светло-русый, пепельно-фиолетовый. Нормально, вот смотрите, 816 светло-русый, пепельно-фиолетовый здесь больше пепельного пигмента, а 861 это светло-русый фиолетовый, пепельный больше фиолетового пигмента. То есть, по сути, когда я миксую, я делаю вот эти два оттенка. Можно уже брать готовыми, но мне почему-то нравится именно в замесе, какой получается цвет и какая насыщенность. Не знаю, почему уже готовые миксовые маски не так. Но можно, если совсем вот не профессионал, я тоже не профессионал, но уже собаку съела на окраске волос и в том числе тонирование, то можно брать вот такие вот уже готовые оттенки. Так, а я что же сейчас я замиксую, девочки, что же замиксуем-то мы с вами, куда я коробку уже делала от принцесс. Вот, это у нас 818 пепельно-жемчужный, жемчужный это не фиолетовый, он уходит в розовый. Нет, я все-таки хочу фиолетовый, я не буду его брать. Мы возьмем светло-русый фиолетовый интенсивный и возьмем чистый 818 светло-русый пепельный. Вот такие вот два оттеночка из Тель Принцесс. А фиолетовый он дает сильно фиолетовый в чистом виде оттенок на волосах, поэтому только замес. Восьмерка на выходе дает всегда темный цвет и мне вот в принципе нравится. Я, знаете, что думаю, я, наверное, в следующий раз закажу себе уровень семерки и попробую уровень семерки миксовать с восьмеркой. Ну, допустим, 7,1... Сейчас открою, сейчас иду, малыш. Ну, допустим, 7,1 плюс 8,66. Вот так, допустим, вот так. И хочу попробовать. Хочется мне немножко все-таки потемнее, потому что когда краска смывается, вам сейчас будет не видно, особенно на мокрых волосах. Но очень светлый оттенок под мой цветотип кожи не подходит. Хочется вот на полтона потемнее. Краску Estelle Princess считаю самой лучшей на данный момент. Даже не хочу другие пробовать. Она меня полностью устраивает. Без ухода в желтизну. Мега стойкая. Долго не смывается. Прям вот все в ней великолепно. Что-то маловато краски положила. Все мне нравится. И ничего другого не хочу. Если вы знаете, эту краску любят профессионалы, особенно именно тонировать на ней, потому что она очень высоко пигментированная. Вот прям очень. Я вам уже говорила, что многие специалисты боятся с ней работать. Мне еще в комментариях, помню, написали, а чего бояться-то туда-сюда. Ну, вы все такие простые. Вот я не боюсь. А кто-то боится, так как я дома красть. Кто-то, в принципе, ходит в салон. Специалисты есть, которые руководствуются принципом «не навреди». Да, как медики. Потому что пигментация слишком насыщенная, можно уйти в темный, сильный цвет. Можно уйти в какой-то очень яркий цвет. Как я уже сказала, окислитель добавляю. Пепельный можно уйти в зеленый. Поэтому многие боятся. Да, многие специалисты боятся. Но в основном сейчас все тонируют в салонах на Эстер Принцесс. Мы с вами практически как профессионалы тоже так умоем. Замешиваем. Приблизительно 50 на 50 я положила краски. И то, и то, и то. То есть пепельный и фиолетовый. Вот такая получается смесь. И будем сразу наносить. Сейчас оттенок очень классный на волосах. Здесь ванный свет такой поганый. Даже при моем холодном освещении лампы камера желтит цвет волос. Все равно. Сейчас цвет красивый. Но вот мне светловато. Это раз. Отросли немножко корешки. Это два. Сейчас тонируется. Все нормально. И хочется потемней. И сиреневый оттенок уже пропал. А так цвет волос прям все равно обалденный. Я как краску наношу по параборчикам. Вот так вот хаотично. Как следует все промазываем. Несмотря на то, что это тонировка, волос все равно должен купаться в краске. Везде, везде, везде. Кончики, наверное, не буду опять самые кончики трогать. Проэмульгируем на них тонировочку. В самом конце я сейчас корешочки все прокрашу. Ну и все, готово. Замазались уже сиреневый оттенок такой начинает проступать. Кончики все-таки замазала, потому что краски прям было очень много. Сейчас, девчонки, одеваю патчи, иду завтракать. Сидим полчаса. Что хотела сказать. Вот эти патчи, по-моему, на рандевую я их тоже брала. Живой колокен. Бренд. Ну так и написано, коллаген. Безумно нравится, девчонки. Вот безумно нравится. Вот прям вообще вот эффект потрясающий. Подтяжка. Лифтинг. Снимает отеки, убирает мелкие морщинки. Вообще супер. Вот могу смело сказать, самый лучший патчи из тех, что я пробовала за последнее время. Но они рвутся. Сыворотки много, все отлично. Они прям совсем натуральные. То есть это не кусок резины, силикона. Это коллагеновые патчи прям. Они рвутся. Вот с ними прям надо аккуратненько. Сейчас одеваю прям и кофеечек пить. Ой, как хорошо. В холодильнике храню. Их вот чуть-чуть вот задел, они прям рвутся. Хотя они толстенькие. Они большие. Даже вот когда двигать, начинаешь тоже могут прям порваться. При прикосновении с кожей они еще нагреваются. Вот этот вот коллаген, он когда начинает впитываться, подрастворяться, они прям могут рваться. Но эффект просто бомбезный. Значит, сначала я думаю, фу, что за патчи, они рвутся там и так далее. Неудобно. Нет. Во-первых, эффект потрясающий. Во-вторых, этот оказывает их натуральность. Прям вообще классные. Мне очень нравится. Так, все, через полчаса вернусь. Уже сиреневая я. Ну что? Смываем и патчи снимаем. Они прям, когда их снимаешь, такие тонюсички, тонюсички. Прям прозрачные становятся. Прям кожу в себя все убирает. В этот раз не порвались. Повезло. А так они вот прям на кусочки, о, на кусочки разламываются. Легко прям пальчиками просто берешь. И они разламываются. Я такая красивая сиреневая, все как положено, пошла смывать. Ну и вот такая красота получается. Пытаюсь при естественном освещении вам передать свет. Не знаю, насколько получится. С сиреневым отливом. Достаточно темненький. Но он смоется. Две помывки. Ну, после каждой помывки он все светлее и светлее. Ну, вообще, как всегда. Я не перестаю удивляться этой краске. Она великолепна. Она просто великолепна. Как же вам свет передать? Ну, вот так вот. Наверное, вот так вот похоже. Потому что камера что-то делает и немножко темнее. Надо на улицу выходить. Там видно, чтобы прям свет подал на волосы. Ну, в общем, классный. Сиреневый такой отлив. Красивый. Все, как я люблю. Даймала ракурс, где видно цвет. Вот сейчас цветопередача стопроцентная. Вот так. Вот поворачиваешь голову, опять цветопередача меняется. Вот, вот так. То есть он не настолько сиреневый, что бросается в глаза именно сиреневым. Нет. Он вот такой вот пепельно-сиреневый. Вот. Вот тут вот цветопередача прям хорошо работает. Вот так. И вот какой цвет на улице. У нас, правда, дикая витрина. Поймете вы что-нибудь или нет, я не знаю. Но вроде понятно. Правильно камеру передает. На улице хоть более-менее понятно. Так, ну а сейчас, девчонки, будем делать вот такие хрюшки. Почитала состав. Здесь много мочеревины. По-русски, слава богу. Есть этикеточка. И нужно носить их час. 45-60 минут. Ну, час буду носить. Активные ухаживающие компоненты. И мочевины много в составе. Экстракт листьев мяты, винограда, лайма, лимона, апельсина и так далее. Что, сейчас достану, покажу. Будем одевать. Одену сверху обычные носки. Потому что час сидеть, лежать я просто так не могу. Я буду, конечно, ходить. Вот как они выглядят. Такой резкий запах сразу пошел. Ну, приятный. Какой-то шипровый. Вот это наклеечки, чтобы их закрепить на ножки. Отдирается, да. Такой запах прям. А, эфирных масел. Эфирных масел. Запах прям вот такой, очень ярко выраженный. Ну что, сейчас буду одевать, покажу. День надела. Тут, кстати, вот эту штуку надо разрывать. Потому что она прям запаянная. Вот такая прелесть получается. Не очень поняла смысл этой наклейки. Потому что она какая-то, ну, всю ногу не охватывает. Вот так. В общем, очень сыро. Очень скользко. Там много сыворотки, много вещества. Сейчас надеваю носочки. И будем ходить. Кстати, такие носки делала один раз до этого только из фикса. Считаю, что это вообще классный метод. Быстро привести. Ну, не быстро. В общем, все счистить. Я специально не делала педикюр продолжительное время. Чтобы было чему сходить. Помню, после фикса у меня неделю где-то слазила кожа. Но потом прям все было такое гладенькое, новенькое, как у младенца. В общем, прикольненько. Ну, девчонки, сняла носки. Ходила я даже, мне кажется, час 20 в них. Что могу сказать? Все это время был холодок. Ногам было прохладно. Это, наверное, металло масло так действует. Ну, в общем, прям был холодок-холодок. Промыла. С мылом как бы все. Ни крем, ничего не наношу. Хочу посмотреть, как будет слазить. Вас буду обязательно держать в курсе. Пока они такие прям мягкие, как будто как распаренные. И холодок до сих пор на ступнях. То есть такая свежесть. Так прикольно, интересно. Мама, это чай. Да, сейчас накачаем. Вот, так что я буду наблюдать. А вас буду держать обязательно в курсе. Ну, и, кроме того, в пустых баночках расскажу. Ну, и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если так, обязательно ставьте лайк. Ссылочки все и промокод на скидку 10% на рандеву всегда в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.